В бесплатной юридической помощи нуждаются многие жители республики. Такие услуги оказывают некоммерческие организации. Сегодня заработала одна из них, созданная коллегией адвокатов. В первый же день работы служители закона смогли помочь более 30 жителям республики. Мы купили квартиру на материнский капитал. Это было еще два года назад. Сейчас мы хотим расшириться. И что нам делать? Как быть с документами? Так как вами была изначальная квартира приобретена на средства материнского капитала, вам будет необходимо первоначально обратиться за предварительным согласием органа опеки, так как в продаваемой вами квартире прописаны также и дети. Спасибо большое. Большинство вопросов, с которыми жители обращаются к адвокатам, касаются жилищного законодательства, трудового права, социальных обязательств. В перечне вопросов деление совместно нажитого имущества, расторжение брака, взыскание алиментов, установление отцовства и другие. Елена Кульженкова для решения своего вопроса уже обращалась к юристам. Но помогли ей только здесь. Я пришла с вопросом по поводу санаторно-курортного лечения для моего сына, который инвалид. Я очень рада, что я сюда обратилась. Мне все грамотно объяснили. И теперь я знаю, как мне поступить. Нужно было маме моей доказать то, что она была ветераном труда. Трудилась в годы Великой Отечественной войны вместе с другими школьниками на колхозных полях. Это было доказать трудно. Моя мама человек уже пожилой. Ей самостоятельно представлять свои интересы в суде очень трудно, так как она волнуется, беспокоится. Пришла за помощью к адвокату. И вот она помогла. Центр оказывает бесплатную юридическую помощь по 44 категориям граждан. Оказывают бесплатную помощь именно тем категориям граждан, которые в ней наиболее нуждаются. Прежде всего, это малообеспеченные граждане. Это граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И именно у них зачастую просто не хватает банально средств и денег, чтобы фактически оплатить работу адвоката, юриста. Возможность оказывать бесплатную юридическую помощь у коллеги и адвокатов появилась после того, как они получили из республиканского бюджета более 255 тысяч рублей. Оказываем бесплатную юридическую помощь по 44 категориям граждан, которые указаны в законе Чувашской республики о бесплатной юридической помощи. Стараемся максимально им помочь. Оказываем помощь по правовым вопросам в виде бесплатных юридических консультаций, консультаций в письменной форме, а также составляем документы, необходимые им для подачи соответствующих заявлений в различные инстанции и органы власти, в том числе и в суд. Это жалобы, ходатайства, запросы. Сейчас в Чебоксарах работают три негосударственных центра по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Планируется, что в ближайшее время будет организована совместная работа юристов и адвокатов в районах республики.